Всем привет, с вами i2Hard. Настало время проследить за прогрессом самых популярных и сбалансированных процессоров Ryzen 600 линейки. Сегодня посмотрим, как они себя ведут в стоковом состоянии, в разгоне, ну и побалуемся сравнением на равных частотах. Целых четыре поколения уместилось в одном сокете, и это не считая APU. К сожалению, большинство материнских плат с трёхсотой серии чипсетов так и не получили поддержку пятитысячной линейки, из-за чего возможность апгрейда не все получили. Точнее, не только лишь все, мало кто сможет это сделать. И раз речь зашла про материнские платы, то с них и начнём знакомство с тестовым стендом. Esrock B550 Taichi Razer Edition. Хоть и обладает всем необходимыми возможностями для настройки любого процессора Ryzen, то оказалась обделена поддержкой. Первые два поколения ей не знакомы, поэтому для них пригодилась MSI B450A Pro Max. Теперь о процессорах. Упомянув сравнение всех Ryzen 600 линейки, мы не оставили возможности удивить вас списком конкурсантов. Однако пару моментов уточнить всё же стоит. Ryzen 1600 был сымитирован из 1700 путём отключения пары ядер, благо негативных последствий у этого нет, так как объём кэша у них совпадает, а буст на одно ядро работал у первых Ryzen из рук вон плохо, его отсутствие в связи с имитацией не повлияет на результат. То бишь во всех случаях у нас будут обычные версии процессоров. 1600 AE, а не AF, 2600 тоже без огромного потенциала, как и 3600, которую, в заветные 4,5 ГГц, ну никак не берёт. Ну а разгони позже, начнём мы со стока, и для процессоров микроархитектуры Zen и Zen+, частота XMP в 3600 МГц наших модулей оперативной памяти на чипах Samsung B-Die слишком велика, поэтому их мы тоже отложим до разгона. А воспользуемся XMP обычных баллистиксов, которые не нуждаются в представлении. Охлаждаться все процессоры будут SWO GamerStorm Castle 360 RGB V2. В качестве графического ускорителя использовалась RTX 3080 Inno 3D iChill X3. Всё это дело будет запитываться блоком питания Deepcool DQ850M V2L. Прогресс с каждым новым поколением не так прост, как у Intel. Ryzen не добавляли ядер или гиперпоточность, сохраняя при этом ту же микроархитектуру, нет, составим небольшую таблицу для удобства. Воспользуемся для этого услугами Е-каталога. В разделе комплектующих сразу выбираем Ryzen 5 и в фильтрах уточняем, что нас интересуют только камни с шестью ядрами и двенадцатью потоками. В сравнение добавляем OEM версии процессоров без индекса X, ну кроме 5600X, и в случае с 1600 старую версию на 14 нанометров. Заходим в раздел со сравнением, поправляем список с сортировкой по цене и выбираем режим отображения только отличающихся параметров. Итак, хоть и реальные частоты процессоров Ryzen одним числом не опишешь, но прогресс налицо. За три поколения максимальная частота ядер выросла на ГГц, улучшились и сами ядра, постепенно уменьшался техпроцесс, а также происходили приятные изменения с кэшем третьего уровня. Например, у 3600 его стало в два раза больше, а в 5600X его объединили из двух частей в одну, попутно улучшив систему предсказаний, что тоже сократило количество промахов. Разглядывая результаты различных бенчмарков, листаем в самый низ и освежаем в памяти, как дела были с ценами. После снижения начальной стоимости 2600 был на тысячу две дороже 1600-го, и мы тогда ещё что-то выбирали. Думали, а стоит ли оно того? Потом ворвался 3600 за 15 тысяч, в какой-то момент, как и должно, подешевел до 12, но счастье было недолго. 17 тысяч рублей внушали ужас и рушили надежды на демократичную цену 5600X. Но реальность оказалась даже страшнее – 30 тысяч рублей на старте с резким повышением до 36. Мы не могли в это поверить, но это произошло. Цена за тот же 600-ый Ryzen выросла для нас двукратно, и теперь мы как должное воспринимаем ценник в 24000 и считаем его адекватным. Вытирая скупую слезу, переходим к синтетике. В Cinebench R23 наибольший скачок производительности за поколение произвёл Ryzen 5 3600. Он на 25% превзошёл 2600 в однопотоке и на 33% в многопотоке. 2600 в свою очередь продемонстрировал наименьший прогресс. В Geekbench сильно сократился разрыв между процессорами. Если в Cinebench 1600 и 5600X отличались более чем на 70%, то сейчас это число уменьшилось более чем в 3 раза для теста в многопотоке. CPU-Z находится где-то между, в плане чувствительности к изменению производительности ядер. В то же время в тесте Coro бенчмарка Blender скачок в производительности Zen 2 просто потрясающий, на 72% быстрее Ryzen 3600 закончил рендер сцены по сравнению с 2600. И это при том же количестве ядер и потоков. Что касаемо теста памяти и кэшей Аиды, здесь происходили свои взлёты и падения. Например, 1600 и 2600 практически не отличаются ни в скорости кэшей, ни в скорости памяти, однако задержки по всем фронтам куда ниже у 2600. На 3600 латентность памяти снова выросла, зато сильно увеличилась скорость кэша первого уровня, да и остальных тут. Также появились особенности со скоростью записи в память, пришедшая и к 5600X. Зато латентность снова упала. Но этот показатель Аиды явно переоценён, и с реальной производительностью имеет лишь относительную зависимость, так что переходим к играм. Warzone. Настройки киберспорт, запись велась картой захвата силами стороннего компьютера и на производительность не влияла никак. Как и говорилось, не стоит полагаться на показатели Аиды, так как сокращение латентности памяти на 10 нс должно было дать куда больший прирост 2600, если вычесть из 6-процентного преимущества ту часть, что дала большая частота, ну и останется почти ничего. В то же время 5600X сделал огромный скачок в производительности, обойдя 3600 на 33%, в то время как он на четверть быстрее 2600. Во всех случаях мы получаем достойный и стабильный FPS, но для мониторов с высокой частотой обновления всё же левых процессоров в стоке будет маловато. Cyberpunk, Raytracing, ультрапресет, DLSS, ультрапроизводительность, плотность толпы на максимум. И на таких настройках процессоры в левой части экрана испытывают трудности и являются едва различимыми по сути. 3600 даёт уже иной опыт, почти вытягивая 60 кадров, но учитывая, что даже 5600X в некоторых моментах просаживается до 57 FPS, плотность толпы стоит снизить. Что касаемо разрывов производительности между процессорами, то после Warzone он сократился, особенно для 5600X, теперь он настолько же быстрее 3600, насколько тот производительней 2600, на 24% по среднему FPS. Далее Лара, пресет настроек наивысший, 600P, замер производился только в третьей сцене. Здесь снова 5600X демонстрирует значительный отрыв от 3600 в районе 35%, но это произошло за счёт начала сцены, в данный момент разрыв сократился примерно до 25%. 1600 и 2600 отличаются на пару FPS, однако здесь можно обратить внимание на температуры. Хоть и датчики энергопотребления вызывают вопросы, температуры не дадут соврать. 7 нанометров сделали своё дело, сильно усложнив отвод тепла в связи с малым размером кристалла. То бишь даже под системой водяного охлаждения 3600 и 5600 горячее более чем на 10 градусов. Watch Dogs Legion. Ультра пресет DLSS-производительность. FPS получаем как в киберпанке, только здесь лучи не включались, да и плотной столпы не уменьшили. Для комфортного геймплея на первых двух процессорах нужен либо разгон, либо сильное снижение настроек и не факт, что даже на минималках будут всегда стабильные 60 кадров. В этой игре 3600 продемонстрировал самый большой скачок в производительности, обойдя 2600 на 29% по среднему FPS. 5600X теперь впереди только на 19%, что всё ещё является отличным приростом всего за одно поколение, чего не скажешь и его возросшей стоимости. StarCraft 2, все настройки на максимум. Когда игра задействует всего два ядра, вопрос о их производительности становится как никогда актуальным. И 2600 наконец демонстрирует хороший отрыв от 1600 в 14% по среднему количеству кадров. 3600 обошёл его на 31%, а 5600X лидирует с отрывом от второго места на целых 42%, благодаря чему в итоге мы имеем более чем двукратное превосходство 5600X на 1600. Total War 3, пресет графики ультра, размер отрядов и детализация травы экстрим, модификатор разрешения 50%. И теперь результаты с точностью да наоборот, то есть втрое различия между процессорами минимальны. 1600 и 2600 по среднему фпс отличаются на 3%, 5600X и 3600 на 18%, и только 3600 сохранил своё обычное 25% преимущество над 2600, но по одному из показателей он прям в отрыве. Температура ядер. На целых 20 градусов он горячее оппонентов слева, и даже 5600X нервно покуривает в сторонке, благо его напряжение находится в куда более спокойных пределах. CSGO – настройки на минимум, сглаживание на максимум. Как и в Старкрафте, 5600X снова разгулялся вовсю, почти на 40% превосходя своего батю и на 120% прадеда. 2600 в этот раз ушёл в 20% отрыв от 1600, намекая на небесполезность доплаты за себя. В предыдущих тестах эти процессоры были настолько схожи, что доплата в своё время тысячи… две не выглядела обоснованной. В среднем по палате имеем довольно ровные результаты, ну в том плане, что на сколько вырастал средний фпс, примерно на столько же и вырастали меньше 1,01%. И благодаря малопоточному Старкрафту с контрой, 2600 в среднем быстрее 1600 на 8%, без них вышло бы 4-5%. Ну, а теперь разгон. Заменяем баллистиксы на бедая, и тут всё по привычной схеме. 5600X разогнут через Curve Optimizer с попутным снятием всех лимитов, память тоже по стандарту, для бедая в 3800 МГц с первым таймингом 14. 3866 МГц и выше нестабильны, проверяли уже на четырёх платах, везде вылезают системные ошибки. Ядра Ryzen 3600 зафиксированы на отметке в 4375 МГц, а память настроена точно так же, как и на 5600X. Наш 2600 и звёзд с неба вообще не хватает, 4100 МГц вышло по ядрам, и наилучшим вариантом настройки памяти является 3333 МГц с первым таймингом 12. CL13 не выставить, так как наши модули нестабильны с отключенным Gear Down Mode, а 3533 МГц CL14 очевидно хуже. 3600 МГц и выше на этой материнской плате нестабильны. Для 1600-го разгон памяти тот же, а ядра взяли на 200 МГц ниже при том же напряжении, то есть в целом прослеживается увеличение потенциала разгона памяти и ядер. Как-то даже и забылось, насколько проблематичней была настройка памяти на первых двух поколениях. В АИДе глобально ничего не поменялось, соотношение задержек, скоростей и тому подобного остались в тех же пределах. Разве что скорость L3 у 5600X сильно возросла, что вызывает вопросы скорее к каиде. Ну и снова видим сильно меньшую латентность у 2600-го по сравнению с 1600-м, но по играм мы уже поняли, что относиться к этому показателю нужно осторожно. В Cinebench отставание Ryzen 1600-го сократилось. Оно и неудивительно, он больше всех повысил свою частоту с разгоном. В Geekbench CPU-Z аналогично. Так же, как и в подтесте блендера Coro. Разрыв лишь слегка сократился. С каждым новым поколением прослеживается прогресс в выжимании всех соков из процессора и даже призрачный 3300X из коробки имел чуть ли не максимальные частоты. А нынче мы сравниваем варианты разгона пятитысячных Ryzen, хотя сами понимаем, что лишь выжимаем ради галочки дополнительные 200 МГц. Основной прирост производительности приходит с настройкой памяти, увеличением частоты Infinity Fabric и снятием лимитов с процессора. Возвращаемся в Warzone и видим отличный FPS. И казалось бы вот, у 5600X разгон ядер совсем никакой, а большой кэш должен был уменьшить прирост от разгона памяти, но разница с приростом у других процессоров не так велика. По сравнению со стоком 5600X ускорился на 22%, а 1600 на 24%, но это Warzone, где погрешность достаточно высока, так что будем продолжать наблюдать. В киберпанке разгон дал заметно больше, причём прирост почти равный, на треть увеличился средний FPS во всех случаях, благодаря чему геймплей стал куда приятнее. 1600 в стоке и разгоне совершенно разные процессоры, по сути на нём мы получили тот же FPS, что был у 3600 в стоке. Разогнанный же 3600 немного быстрее, чем был у стокового 5600X, то бишь приложив немного сил, можно получить более дорогой процессор. Ну, этого и так знаете, изначально в этом и был смысл бытового разгона. В ларе появились отличия. 2600 увеличил все показатели снова на треть, а вот другие процессоры в отстающих. У 1600 и 3600 прирост от разгона варьируется в районе 27-28%, а у 5600 и Axon меньше всех в районе 25%. А даже так отличия в ощущениях между процессорами не изменились. Между 1600 и 2600 хоть и выросла разница, отличить без мониторинга их по-прежнему невероятно сложно, а 3600 и 5600X всё так же сильно впереди. В собаках ситуация похожа. 2600 стал подготавливать на треть больше кадров в секунду, а у остальных райзенов этот показатель вырос чуть более чем на четверть. Но даже так, геймплей на 1600, как и в киберпанке стал заметный комфорт. А вот в Старкрафте баланс сил немного выровнялся. 1600 получил наибольший прирост среди всех участников. Его фпс по сравнению со стоком вырос на 27%, у 2600 на 24%, 3600 только на 20% ускорился, а 5600X всего на 15%. То есть тут как раз и мог сказаться объёмный цельный 32 мегабайтный L3 кэш, да и частота ядер у него выросла всего-то ничего. Втрое результаты аналогичны Ларе и собакам. 2600 увеличил свой фпс на 30%, а остальные на четверть. Температуры тоже заметно выросли, раньше у 1600 и 2600 они были в районе 40 градусов, а теперь около 60. Это далеко от предела, что спокойно позволяет пользоваться обычными четырёхтрубочными башнями для охлаждения, лишь бы корпус был продуваемым. 3600 и 5600X на 10 градусов горячее, и для них что-то попроще вышеупомянутых кулеров уже будет маловато, либо придётся менять разгон на менее агрессивный. В контре произошло самое интересное событие. 5600X не получил прироста от разгона памяти, его фпс чуть вырос благодаря настройке курвы, но не более. То есть можно предполагать, что промахи в его объёмный кэш сошли на нет. Однако судя по тому, что в многопоточных играх разгон давал примерно те же числа, что и 1600-му райзену, объёма кэша маловато для современных массивных игр и настолько, что промахи происходят постоянно. Здесь, как и в Старкрафте, 1600 получил прирост от разгона как и 2 600 и 3 600 вместе взятые. 25%. У них же фпс увеличился на 12 и 13% соответственно, что снова свело разницу между 1600 и 2 600 к минимуму. Заходим снова в палату со средними значениями и видим, что сильно ничего не поменялось. Да, теперь 5600X в среднем не на 79%, а на 69% быстрее, но это всё ещё огромная разница. А первые два поколения по-прежнему отличаются менее чем на 10%, разве что теперь их разрыв стал более равномерным от игры к игре, и в разгоне отличить их даже в Старкрафте и контре практически невозможно. Это были тесты без упора в видеокарту. В таких условиях 3600 и 5600X на голову превосходят своих предков. Однако во многих сюжетных одиночных играх упор происходит в видеокарту, какой бы она ни была. И подгоняя фпс под значение не менее 60, меняется лишь разрешение и пресет настроек. Каковы отличия будут в таком случае? Ведь начиная с 3000 серии стал доступен Resizable BAR и PCI Express 4-й версии. Давайте быстренько пробежимся по трём играм, оставив в стенде RTX 3080, а процессоры в разгоне. В киберпанке меняем разрешение на 4К, пресет настроек на предпоследний и DLSS на производитель. Сцену тоже поменяем на ночную, в ней выше требования к видеокарте и меньше к процессорной части. Здесь Resizable BAR даёт прирост, что и наблюдается между райзенами в центре. Doom Eternal, пресет графики ультракошмар 4К, всё то же самое. Минимальную разницу в среднем FPS даёт Resizable BAR, но помимо этого есть отличия в величине статтеров во время автоматических сохранений, из-за чего и отличается меньше 0,1%. Является ли это поводом для апгрейда? Нет, конечно. Resident Evil 8. Максимальный пресет графики приправим средним уровнем RTX. Разрешение по-прежнему Ultra HD. Здесь Resizable BAR не даёт прироста, что сводит и так неощутимую разницу на нет. То есть, для тех игроков, что довольствуются 60 FPS в одиночных играх, будь то 1060 в Full HD или 3084К, разницы-то особой нет. Появится она только в очень требовательных депроцессоров играх, в стоковом состоянии либо же при желании добиться более 60 кадров. А что касаемо отсутствия Resizable BAR и устаревшей версии PCI, то на сегодняшний день потери невелика, а желание выкрутить настройки на максимум порой абсурдно. Вот смотрите, на одной половине есть трассировка, а на другой нет. Попробуйте угадать в комментариях, где она есть и почему вы так считаете. А мы переходим к последней части. Сравним процессоры на равных частотах и напряжениях. Это не является сравнением IPC, а по большей части баловство, но любопытно, насколько выросла производительность при прочих равных. И что там с температурами? Например, в Cinebench Ryzen 2600 всё же набрал больше баллов, чем 1600-ый. И любопытнее всего то, что во многопотоке все процессоры имеют больший отрыв, будто работа SMC тоже улучшалась с каждым поколением. Но не смеем выдавать свои выдумки за правду. Причин такого поведения можно придумать с десяток и неизвестно какая правда. В Geekbench наоборот. В многопотоке разницы меньше, но здесь это легко объясняется медленной памятью и алгоритмами подсчёта баллов самого теста. CPU-Z оказался самым аморфным, здесь 1600 и 5600X отличаются в многопотоке всего на 16%. Зато в подтесте Coro бенчмарка Blender 3600-ый по-прежнему демонстрирует огромный отрыв от своих предков. В аиде по латентности памяти всё без изменений. Зато равная частота дала понять, что скорости кэшей совпадают как у Zen с Zen+, так и у Zen 2 с Zen 3. Также заглянем в тройку игр, чтобы посмотреть, как в них влияли микроархитектурные улучшения без учёта изменения частоты. Например, Watch Dogs стоковый 5600X опережал 1600-ый на 57% по среднему FPS, а теперь только на 45. И что забавно, снижение частоты ядер примерно на 800 МГц привело к потере только трёх кадров в среднем, т.е. на 4% FPS упал, что вообще смехотворно. Зато в Старкрафте вместо 78 FPS мы получили 62 на 5600X, что соответствует 20% падению частоты ядер. Ну и теперь 5600X не более чем в два раза превосходит 1600-ый, а всего лишь в полтора, что тоже весьма похвально. В трое 1600-ый и 2600-ый сравнялись по среднему FPS, но по редким и очень редким событиям рефреш впереди, а 3600 и 5600X идентично шагнули в производительности. При равных напряжениях датчики энергопотребления показывают какую-то билиберду, не поддающуюся ни аналитике, ни здравому смыслу. А вот по температурам вполне можно судить, что правые процессоры схожи между собой по температуре ядер при равном напряжении, так же как и левые идентичны между собой, но переход на 7 нанометров априори заметно усложнил отвод тепла от кристалла. Такой вот вышел прогресс у райзенов. 2000-ые обрели лишь небольшие улучшения относительно первого поколения, а 3000-ые совершили огромный рывок, прорыв. С другой стороны, Zen 3, оставаясь на том же техпроцессе и сокете, тоже произвёл отличный скачок в производительности, особенно в игровом плане, порой идентичный с онем у 3600-ом. И прежде чем закрыть видео, поделитесь в комментариях вот чем. Есть среди вас те, кто планировал апгрейд, но после этого ролика передумал и наоборот. Очень любопытно увидеть ваши мысли. Ну и по поводу трассировки в резиденте тоже попробуйте угадать. На этом всё, спасибо за просмотр, не болейте и до новых встреч, друзья.